Возмутительный беспредел при попустительстве Киева. Так в Кремле прокомментировали события последних дней на Украине, когда радикалы стали блокировать фуры с российскими номерами. Сейчас речь идет уже о сотне случаев в десяти областях. Когда стало понятно, что ситуация зашла слишком далеко, а украинские власти влиять на нее не спешат, наш Минтранс был вынужден пойти на ответные меры и запретил с сегодняшнего дня проезд грузового транспорта с Украиной по территории России. И вот несколько часов назад появляется реакция Киева. Вместо того, чтобы пресечь незаконные действия активистов радикальных организаций, дорогу российским фурам закрыли теперь на официальном уровне. Обо всем подробнее. Александра Черепнина. Без документов и полномочий, просто с жезлом в руках. Они тормозят фуры еще на подъезде к границе. Блокпосты там, где сами решили. Машины вынуждены парковаться на обочине или прямо на проезжей части, выстраиваясь друг за другом на протяжении километров. Акция бессрочная. Хлопцы будут стоять столько, сколько нужно. Чтобы было ясно без слов, что за хлопцы командует на импровизированном пропускном пункте, среди украинских флагов еще один, запрещенного в России правого сектора. Чей почерк узнаваем в деталях. Георгиевские ленты на бортах больших грузов тут же закрашиваются в желто-синий. Задерживаются фуры только с российскими номерами. Вы белорус? Конечно. Точно? Благодарю. Мы лично вас не задерживаем. Мы задерживаем фуры с российскими номерами и товарами. До того, что среди этих товаров есть оплаченные европейскими компаниями, от задержки груза в пути они могут понести большие убытки, здесь никому дела нет. Понимаю номера. Ну, все ясно. Вас грустно? Ну, понятно. Но опять же, мне нужна охраняемость. Я не могу обучиться. Проезд для наших фур блокируется четвертые сутки. Пропускные пункты вдруг появились на территории 10 областей, то есть практически по всей украинской границе и с Россией, и с другими странами. По последним данным, на территории Украины задержаны более 100 грузовиков. Еще около 500 машин не могут въехать туда из Европы. Что будете делать, если неделю заметно? Посмотрим, стоять будем. Организаторы акции требовали от украинского правительства одного – закрепить самопроизвольный захват дорог законодательно, то есть вообще закрыть проезд российским грузовикам по украинским дорогам. В местном Кабмине сначала отмалчивались, потом объявили – на заседание соберутся ближе к вечеру, а затем с заявлением вдруг выступил премьер Яценюк. С решением, видимо, так спешили, что приняли его даже раньше обещанного срока. Украина временно приостанавливает действия транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации, что влечет за собой временное прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями Российской Федерации по территории Украины. Россия ввела ответные меры и приостановила движение по нашей территории украинских грузовиков. Сложившуюся ситуацию сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это абсолютно противоречит нормам международного права, принципам международной организации, которая занимается международными перевозками. Безусловно, это абсолютно возмутительно, когда при попустительстве властей на Украине подобный беспредел творится в отношении наших перевозчиков. Ситуация обсуждалась и на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Насколько я знаю, какие-то сумасшедшие пытаются останавливать наши большегрузные машины. Как обстоят дела на территории Украины и какие меры предпринимаются для разрешения ситуации там и в случае необходимости ответные шаги, какие предпринимаются у нас. В настоящий момент установлено порядка 100 фур. Российские водители находятся под угрозой применения оружия. Кто этим занимается? Это незаконные вооруженные формирования или же это какие-то украинские силы? По сути, это группировки, связанные с правым сектором. Минтранс проинформирует украинскую сторону о том, что мы также будем останавливать сыру украинских перевозчиков. И мы начали это делать. Мы с вами понимаем, за всё, что происходит на территории Украины, отвечает украинское государство. Власти на Украине нет. Или, иными словами, у власти находятся вот эти экстремистские группировки, которые либо подчинили себе государство, либо, во всяком случае, государство на них никак не реагирует. Это безобразие, это нарушение всех международных правил перевозки. На это нужно адекватным образом отвечать. Если они не способны навести у себя порядок, то мы вынуждены будем на это соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что в ближайшее время ими будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы восстановить нормальный грузопоток. Украинские дороги в качестве транзитного пути в Европу и обратно российские дальнобойщики стали выбирать чаще именно в последнее время. В начале февраля свои дороги для наших грузовиков закрыла Польша, после того, как Москве и Варшаве не удалось договориться об обмене квотами на грузоперевозки. Самым популярным объездным маршрутом было Закарпатье. Теперь нашим большегрузам снова приходится выбирать пути объезда. Один из них – белорусско-литовская граница, которая к такому наплыву фур оказалась не готова. Там огромные очереди. Давно стоите? Полтора шутка уже. Не работает вообще. Тяжело едем. Ну как не работает? Вроде пограничники досматривают. Ну досматривают, мы уже с утра где-то метров пятьсот, уже часа четыре. Как заявили сегодня в нашем Минтрансе, об отмене запрета на движение украинских грузовиков по российским дорогам речь может идти только когда Украина обеспечит проезд нашим фурам по своим дорогам. Без всяких препятствий. Александра Черепнина, Анна ТОП, Павел Петров, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин